Это новости Севастополя в студии Наталья Двойцина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Новости Севастополя. Аккуратно ложим, мы высыпаем, чтобы она не билась. И потом так же, тут поролон везде, мягкая, чтобы она не давилась, не билась. Большой ли урожай в этом году и какую господдержку получат фермеры? В Севастополе стартовало обучение контролеров, которые будут работать на всероссийской переписи населения. Человек должен хорошо понимать планшет. Какими еще навыками должен обладать контролер? В Севгу стартовала школа социального проектирования. Всего за несколько дней студенты и школьники смогут научиться писать соцпроекты и реализовывать их. Ребята из Севастополя, молодежь региона получила порядка 27 миллионов рублей на финансирование и на реализацию своих проектов. Это говорит о том, что запросы у молодежи есть. Как сделать город лучше и какие проекты собирается воплощать в жизнь севастопольская молодежь? 30 сентября – Всемирный день моря. Что говорят севастопольцы о черном? Оно прекрасно и в шторм, и в штиле, и с борта яхты, и с берега, и на закате, и на рассвете. Как настроение моря зависит от неба? Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Театра оперы-балета в Севастополе. Он станет частью культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном. Центр культурного развития в Севастополе, так же как во Владивостоке, Калининграде и Кемерове, создается по поручению президента Российской Федерации для того, чтобы обеспечить жителям регионов доступ к лучшим образцам классического искусства. Общая площадь будущего театра со сложной летящей открытой террасой больше 60 тысяч квадратных метров. На подземных этажах здания планируется оборудовать автостоянку, театральный склад, технические помещения. На Цокольных большой репетиционный зал для хора и оркестра, а также малый зрительный зал. На первом и втором этажах будут складские помещения, гардеробы, комнаты для музыкантов. На третьем надземном этаже центральная входная группа для зрителей, кассовый вестибюль, буфеты и главная сцена. Вокруг театра будет разбит парк. Здание бывшего радиозавода имени Калмыкова изменит внешний облик. Каким станет строение, решалось на заседании Архитектурно-художественного совета Севастополя. Возвели его в 60-х годах. До 90-х завод был крупнейшим промышленным предприятием города. После наступило запустение. Сейчас часть помещений заброшены, а в примыкающей высотке, которую в народе называют одеколонной, размещается технопарк. Скоро весь комплекс будет объединен в архитектурный ансамбль. Фасады облицуют кассетами из алюминия с перфорацией, напоминающей радиосхемы. Мы хотели через этот объект показать всему городу Севастополь и дать ему ощущение вот этого духа места. Наш заказчик, он сам является непосредственным участником IT-сектора. И для него Севастополь является второй столицей. Он здесь живет и считает, что Севастополь – это наиболее удачный у нас в России, наиболее удачный город для развития именно технопарка в IT-секторе. Это будет административно-деловой комплекс. В нем разместят торговые площадки, выставочные павильоны, сервисные помещения, каворкинги и рестораны. Первые этажи будут доступны для горожан. Отдельное место займет детский клуб, где будут готовить будущую смену IT-специалистов. Уже сейчас технопарк сотрудничает с Севгу, студенты участвуют в его проектах. Задача нового комплекса – создать среду для развития, чтобы специалисты не уезжали в другие города. По закону технопарки не должны предоставлять проект на согласование. Но для Севастополя он важен и на совете был одобрен. На Камышовом шоссе приступили к монтажу железнодорожного моста. Ранее, еще в 2018 году, его демонтировали на время строительных работ на автодороге. Теперь же новый путепровод соединит ЖД пути и свяжет инфраструктуру города с промышленными предприятиями. Но на время установки конструкции движение по Камышовому шоссе перекроют. Подробностью Святослава Данилова. Эта массивная металлическая конструкция в виде креста занимает свое место в верхней части путепровода. Сейчас здесь монтируют диагональные связи сооружения. На Камышовом шоссе возле ресторана «Сосновый бор» словно развернулся гигантский конструктор «Лего». Вес пролета над автомобильной трассой более 100 тонн. Его длина составит 33 метра. Он соединит между собой два устоя железной дороги, которые находятся за моей спиной. На время работ по ее установке движение по Камышовому шоссе полностью перекроют. Это займет одни сутки. Уже собранный путепровод будут перемещать на место двумя огромными кранами. Грозоподъемность каждого 250 тонн. Конечно, на время работ позаботились о частичном ограничении движения. Пока из четырех полос на шоссе временно перекрыты две. Там развернулась строительная площадка. Реконструировать Камышовое шоссе начинали еще в далеком декабре 2017 года. Почти сразу. Железнодорожный мост тогда демонтировали, чтобы не мешал процессу. Теперь сооружения восстанавливают. Собирается в виде фермы. Металл поставляется отдельными элементами. Делается укреплительная сборка. На стапеле. Вот то, что у меня за спиной вы это видите. Потом, после полной сборки, металлоконструкции собранные поднимаются. Путепровод словно соединит два берега. Сооружение будет расположено на железнодорожной ветке от станции Севастополь-Товарной до Севастопольского завода железобетонных изделий. Движение пассажирских поездов здесь не планируется. Он предназначен для того, чтобы по него поезда ходили. Груженные в составы материалы для завода железобетонных изделий. После того, как многотонная конструкция займется у места между двух устоев, все работы еще не завершатся. Потом рабочие займутся монтажом плит. На них затем будут смонтированы рельсы. Светослав Данилов, Андрей Вовк, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя. Урожай яблок в этом году будет отменным. В этом уверены агрономы села Верхнесадовое. И погода, говорят, помогла, и соответствующий уход сыграл не последнюю роль. В яблоневый сад отправилась Ирина Варава. И вот настало время сбора осенников, иначе осеннего яблочного урожая. Известной сочности и зрелости набрались сорта «Голден» и «Голден Пинкт». Они популярны своей сладостью, вкусом и запахом. В селе Верхнесадовое здоровое и спелое яблоко с ветки не падает, не успевает. Его собирают заботливые руки аграриев. На 70 гектарах в прошлом году здесь разбили яблоневые сады. И это первый урожай наливных. По степени зрелости сорт «Чемпион» лидирует и уже ждет покупателей на севастопольских и крымских прилавках. Сейчас очередь «Голденов». За ним последуют «Фуджи», «Грани Смит» и «Семеренко». Перед началом сбора урожая специалисты проверяют плоды на зрелость. Оно должно легко отходить, не затягиваться. Ну и по разрезу. Вот что мякоть рыхлая, семечко выполненное, присуще своему сорту характерное. Легко выпадает с семенной камеры. Из-за погодных условий дождевого лета к сбору яблок здесь приступили чуть позже обычного. Приступили к уборке урожая поздних сортов 18 сентября. Планируем, если погода позволит, закончить до 15 октября. Поскольку сад совсем-совсем молодой, ждем примерно 10-15 сантиметров с гектара. Но это пока. А уже через пять лет эта цифра вырастет до 70. Сады высокоинтенсивные. А чтобы плод дошел до потребителя без повреждений и в наилучшем виде, еще при сборе применяют особый инвентарь – новинку. Специальная сумка, работники ее называют «баул для яблок», помещает 15 килограммов плодов. Вот так вот собираем полный, подходим до этого контейнера, потом вот так вот отстегиваем, аккуратно ложим и высыпаем, чтобы она не билась. И потом также, тут поролон везде, мягкая, чтобы она не давилась, не билась. Гниль, листья, палки мы откидываем. За день один человек собирает около тонны урожая. Яблоки укладывают в контейнеры, которые затем увозят на тракторах. Всего в садах работает от 4 до 16 человек. Существенную поддержку в ведении хозяйства севастопольским фермерам оказывает и государство. С этого года субсидии распространятся и на яблоневые сады. Сбор в прошлом году составил 25 тонн, в текущем году уже собрали 14,5 тонн, а плановый сбор 70 тонн. Будет высадка в текущем году планируемая. У нас плановый показатель 28 гектар, как раз под это предприятие, они планируют заложить 30 гектар яблок. Соответственно, когда осуществят высадку, получат меры господдержки в размере 80% от понесенных затрат на высадку. В Севастополе косточковыми культурами занимаются три крупных предприятия и около 10 мелких. Осваиваемые площади постоянно расширяются и урожайность растет с каждым годом. Ирина Варава, Андрей Тымчук, новости Севастополя. Минфин обяжет работающих из-за рубежа россиян платить НДФЛ. Минсельхоз предложил разрешить называть игристое вино шампанским. В России могут отменить ограничения на пользование материнским капиталом. На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. И далее другие новости дня. МВД прорабатывает требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. В Москве они появятся в конце года. В остальные регионы инновация придет по мере технической возможности. Граждане смогут получить электронный паспорт с 14 лет на добровольной основе. Вместе с ним и россияне получат и электронную подпись. Кроме того, электронный паспорт сможет дольше служить, будет более практичным, а в случае утери его можно быстрее заблокировать. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров провели видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю наука. Космонавты в подробностях показали внутренний мир нового модуля. Научное и управляющее оборудование, мастерскую, флюгер для стабилизации и защиты от вибраций, а также космический туалет и каюту для экипажа. В российском модуле планируется провести 13 экспериментов по различным направлениям, среди которых космические технологии, космическая биология, физиология и исследования Земли из космоса. Летные испытания модуля наука завершатся примерно через год. В Севастополе прошли учения МЧС в крупном торговом центре. Пожарные ликвидировали условное возгорание. Цель – отработать взаимодействие экстренных служб при возникновении огня на объекте с массовым пребыванием людей. Ранг опасности был повышенный. Третий. Сформировав звенья газодымозащитной службы, огнеборцы приступили к поиску пострадавших. Людей вывели из здания с использованием спасательных устройств, защищающих органы дыхания и зрения. Параллельно выполнялось тушение. Всего в учениях было задействовано 17 единиц техники и 62 человека. Пятеро крымчан предстанут перед судом за браконьерство в Азовском море. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Молодые люди обвиняются в незаконной добыче, перевозке и хранении особо ценных рыб, занесенных в Красную книгу. Мужчины вылавливали русского осетра, севрюгу и белугу. Незаконную добычу перевозили к причалу. Были задержаны при очередной разгрузке сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Ущерб оценен в 9,8 миллионов рублей. На службу в аэропорт Симферополь заступил новый щенок. Двухмесячный ирландский терьер по кличке Гранта стал новым сотрудником кинологического подразделения службы авиационной безопасности. Собака приехала на службу из города Артищево Саратовской области. Сейчас Гранта адаптируется к новым условиям и знакомится со своими сослуживцами. Скоро она начнет проходить подготовку по курсу послушания, а зимой приступит к обучению по своему основному предназначению – поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. После успешности данных экзаменов к службе Гранта приступит осенью следующего года. В России новый антирекорд по числу погибших от коронавируса. За сутки скончались 867 человек. В Севастополе врачи не смогли спасти еще троих пациентов. Опасный диагноз подтвердился еще у 169 жителей и гостей нашего города. В специализированных отделениях продолжают лечение около тысячи человек. Под наблюдением столько же. В Крыму плюс 389 инфицированных, 15 летальных исходов. За все время пандемии врачи не смогли спасти больше 2500 жителей и гостей республики. Режим повышенной готовности продлен до 1 декабря. И к другим темам. На фасаде школы номер 6 появилась памятная именная доска Ивану Ефимовичу Петрову, Герою Советского Союза, начальнику Первого Украинского фронта, одному из руководителей обороны Севастополя. 30 сентября исполнилось ровно 125 лет со дня его рождения. Генерал Петров участвовал в битве за Кавказ, о освобождении Белоруссии, Чехословакии, Берлинской и Пражской операциях. Звание Героя Советского Союза получил 29 мая 1945 года. Среди наград 5 орденов Ленина, 4 красного знамени, орден Суворова, 1-й степени орден Кутузова. Во время 2-й обороны Севастополя Петров командовал приморской армией, проводившей эвакуацию людей из Одессы на полуостров. В торжественном открытии памятной доски приняли участие представители кабинета министров Чувашской республики, Российского союза ветеранов, Российского союза отцов и администрации города. Петров должен быть как икона для каждого севастопольца, который должен понимать, если бы не Петров, то нас бы не было, потому что мы не знаем, как бы закончилась война, не придя Петров в Севастополь и не организовав настоящую оборону. Открытием памятной доски мы передаем дань памяти нашим героям и делаем так, чтобы эта память передавалась нашему подрастающему поколению, чтобы не переписывалась наша история Великой Отечественной войны. Поэтому основная идея была связана с этим, чтобы вот эта памятная доска напоминала всем, какие героические события произошли, кто являлся руководителем этой героической обороны освобождения Севастополя. Поэтому мы решили... В России 30 сентября отмечали 55-ю годовщину создания специальных моторизованных воинских частей. Еще в Советском Союзе эти подразделения появились в составе внутренних войск для того, чтобы обеспечивать охрану общественного порядка в крупных городах. С тех пор они мужественно несут службу, не только обеспечивая безопасность людей на крупных мероприятиях, олимпиадах, городских праздниках, концертах, но и выезжая в горячие точки. За эти годы бойцы участвовали в урегулировании конфликтов в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Карабахе, а также в контртеррористических операциях. Сейчас выезжают в командировки в Сирию, в том числе и севастопольцы. Моторизованный полк Росгвардии Севастополя несет службу на суше и в море. Мы выполняем задачи по охране общественного порядка в городе, во всех районах нашего города, путем патрулирования, соответственно. Ну и в случае обострения каких-то ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций, также оказываем помощь другим структурам. Сегодня день такой, когда мы поощрим наш личный состав за выполнение задач. В Севастополе начали обучение контролеров, которые будут работать на всероссийской переписи населения. Сама компания стартует 15 октября и продлится месяц. Она будет проходить в трех форматах при обходе квартиры на стационарных участках через платформу госуслуги. В городе будут работать 972 переписчика, из них 325 студенты, а также 134 контролера. В обязанности последних входит организация процесса на переписном участке. Также один контролер мониторит работу шести переписчиков. И те, и те могут быть задействованы для переписи населения как на стационарном участке, так и в составе выездных групп. Курс обучения для контролеров проходит три дня. Они изучают то, как нужно проводить перепись и общаться с населением. Особое внимание уделяется конфиденциальности полученных данных. Эта перепись, как отмечают работники статистики, станет цифровой. Данные будут вноситься в электронный планшет, а оттуда вся информация будет поступать в Росстат. В случае неполадок с техникой будут заполняться бумажные бланки. Переписчики тоже пройдут обучение. Оно начнется 15 октября и продлится также три дня. Затем 18 числа они начнут обходить адреса. К нам пришли разные и пенсионного возраста, и молодые, есть у нас контролеры. Человек должен хорошо понимать планшет и работать на планшете. И также коммуникабельным должен быть еще человек. С 8 до 20.00, определен у них такой рабочий день, будут находиться на своих участках. Участки, адреса участков будут опубликованы на сайте правительства, на сайте Росстата. Севгу стартовала школа социального проектирования «Проект за 8 часов». Проходит она на молодежной площадке «Точка кипения», где участники создают совершенно новые инновационные продукты. Всего за несколько дней студенты и школьники смогут научиться писать социальные проекты и воплощать их в жизнь. В программе будут лекции и мастер-классы. Поучаствовать могут как новички, так и молодые авторы, у которых уже есть опыт. Меча! Лазертаг, дельфинарий, картинг и другие развлечения. Многие из этих ребят увидели такое впервые. Это ролик социального проекта «Мечтай». Анастасия Пшеничных выиграла на него грант. Теперь ежемесячно собирает и возит на мероприятия группы по 5-10 ребят. Девиз проекта «Счастливое детство равно счастливое будущее». Задача – поддержать детей из малообеспеченных семей. Молодежь и уже взрослые люди могут с разных сторон подходить к благотворительности и с разных сторон ее реализовывать. Вот мы решили делать яркие, запоминающиеся мероприятия для детей, которые подарят им позитивные эмоции. Мечтай – яркий пример социального проектирования. Анастасия с командой придумала его, чтобы сделать наш город лучше. Заручилась поддержкой правительства. От идеи до воплощения молодые люди действовали сами. Без опыта и знаний воплотить такой проект в жизнь непросто. Нужно просчитать смету, договориться с партнерами, собрать аудиторию. «Вы должны доказать, что вы действуете на пользу своему городу. То есть, мне кажется, это был главный такой момент. И я объяснила, что это действительно то, что привнесет в наш город, мой проект – это то, что привнесет в наш город что-то светлое и то, что пойдет ему на пользу в будущем. Плюс для молодежи, мне кажется, огромный, что это опыт работы с проектами. То есть, ты руководитель, ты чувствуешь свою ответственность, ты уже становишься более внимательным к деталям». Для таких неравнодушных и инициативных в СевГУ сейчас проходит школа социального проектирования. Новички узнают, как правильно формулировать цели и задачи, писать сметы, составлять заявки на гранты. Опытные смогут развить свои навыки на мастер-классах. «По итогам конкурса Федерального агентства по делам молодежи 2021 года, его первого этапа, который состоялся весной, Севастополь получил, ребята из Севастополя, молодежь региона, получила порядка 27 миллионов рублей на финансирование, на реализацию своих проектов. Это говорит о том, что запросы у молодежи есть». Севастопольскую молодежь интересует добровольчество в сфере экологии, чрезвычайных ситуаций и культуры, работа с детьми с ограниченными возможностями и другие общественно полезные идеи. Некоторые после открывают свой бизнес, другие продолжают развивать социальное предпринимательство или некоммерческий сектор. Дарья с командой решила рассказывать школьникам о половом воспитании. Их проект уже был отмечен на бизнес-полигоне, но до реализации дело еще не дошло, нужны знания. «Мы выиграли на том, чтобы просто было желание, был стимул победить. Но на этом далеко не уедешь. Нужны и знания. Школа, чтобы обогатить знания еще больше. Мы хотим еще больше узнать чего-то, подчеркнуть для себя. Может быть, какие-то лайфхаки тоже». Обучение будет длиться три дня. В итоге участники сами напишут и защитят свои проекты, которые после смогут участвовать в конкурсах и воплощаться в жизнь. Екатерина Шадрина, Михаил Воробьев. Новости Севастополя. Всемирный день моря отмечают последнюю неделю сентября. В этом году дата выпала на 30 число. Севастополь невозможно представить без Черного моря, которое до сих пор хранит великое множество тайн. Разгадать некоторые из них пытаются участники 5-й Всероссийской школы молодых океанологов, которая проходит на базе Морского гидрофизического института. Для чего нужны экспедиционные исследования и как поможет ученым численное моделирование, теперь знает моя коллега Наталья Шульга. Судно движется в Анкерман. Кроме лекций, школа делает упор на практическую работу. Выход в море, отбор проб на гидрохимический анализ воды, а также проведение гидрооптических исследований. Как говорится, Всемирный день моря специалисты отмечают на рабочем месте. О прикладной ценности натурных данных рассказал тертый экспедитор Сергей Кондратьев. Меня послали сюда, чтобы показать студентам, что любая цифра, которая стоит в таблицах, которую они одним щелчком мышки скачивают, или с официального сайта, или со взломанного, это уже их дела, что за каждой этой цифрой стоит кропотливая, иногда скучная, иногда примитивная, но необходимая работа. Чтобы они не думали, что это раз, и всё случилось. Вот пробу отобрать кислорода, это тоже надо, скажем, уметь. Для начала химия в теории. Дальше в самостоятельное плавание. Набираем аккуратно, опуская максимально к окну. Набираем полный с переливом, чтобы она вышла. Потом добавляем по очереди два реактива. Сначала магнислор-2, а потом калий-уар. Для того, чтобы зафиксировать весь кислород, который в пробе воды есть. Когда правильная фиксация происходит, его нужно 10 раз взболтнуть, перемешать. В итоге получается такая коричневая, мутная, мутный раствор. Чем больше в нём кислорода, тем темнее цвет. Чем меньше, тем больше похож на белый. При анализе проб морской воды устанавливают содержание растворённых газов и биогенных элементов. Водородный показатель PH – щёлочность. Далее обработку проб специалисты продолжат в стационарной лаборатории. Туда же отправят и CTD-зон с материалом для определения солёности и плотности воды. Этот прибор записывает эти параметры в свою память. Потом скачивается на компьютер, обрабатывается и строятся необходимые графики. И рассчитываются параметры морской воды, необходимые в том числе для гидрохимии. В школе принимают участие молодые учёные, студенты университетов, магистранты из 14 научно-исследовательских организаций России. Я представляю здесь Санкт-Петербургский государственный университет. Я являюсь молодым учёным, но, наверное, немножко более взрослым, чем в основном участникам, потому что я недавно зачастил кандидацию. Я приехал сюда набираться опыта. В первую очередь, интерес у меня – это численное моделирование и все аспекты связаны с этим. Анфиса Харыбина занимается расчётами, которые касаются эффектов землетрясений и их последствий. Нынешняя школа – это большое подспорье для научных работ, говорит студентка. Также кладезь новых идей, которые можно использовать в написании магистрской диссертации. Запускали дроны. Также не просто дроны для фотосъёмки, а дроны с теплометрией. И это оборудование используется для более точной, более качественной оценки того, что происходит в морских экосистемах, на начальных этапах исследования, а также более глубоких этапах. Впервые открытие школы молодых океанологов поддержало Севастопольское отделение Русского географического общества. Между двумя организациями был подписан договор о сотрудничестве. Наталья Шульга, Сергей Котлеренко. Новости Севастополя. И в продолжении темы. Море вдохновляет не только на научные исследования, но и на создание художественных произведений. Как ему признаются в любви жители города, расскажет Анастасия Синица. Свет маяка над волною, южных ночей забытьё. Самое синее в мире, чёрное море моё. Так о нашем море пели больше полувека назад. В любви ему признаются и сегодня, а оно продолжает завораживать и вдохновлять. Унести с собой частичку моря просто. Сфотографировать. Любители это делают на телефон, профессионалы на зеркальные фотоаппараты. Но техника особой роли не играет, уверена Юлия Блотская. В отличие от людей, море хорошо получается всегда. Оно живёт своей жизнью и постоянно меняется. То ни одного барашка, то сразу девятый вал. Потому каждый снимок уникален. В коллекции Юлии тысячи фотографий Чёрного моря. Снимать его любят из берега, из кораблей и днём, и ночью. Но больше всего в шторм. Вот когда волны со всей своей силой, со всей мощью обрушиваются белыми брызгами на берег, это, наверное, самое потрясающее зрелище. И всегда это будут обалденные кадры, это всегда живые картинки. Ты смотришь на фотографию, а при этом слышишь шум этого моря. Шум моря можно передать и взмахом кисти. Художники так и делают. Пленер как свидание с непокорной стихией. Вместо встречи константиновская батарея. Алексей Петрухин пишет этюд. Следит не только за морем, а и за небом. Они говорят почти одно целое. Стоит одному измениться, другое меняется следом. Главное поймать неповторимый момент и успеть его передать. Ну вот видите, сейчас облачность есть. И море приобрело тепло-серые такие оттенки. Это благодаря облачности. Вот там, где облачности нет, посмотрите на цвет моря. Он синий-серый, он синий-зеленый. Море как волшебная шкатулка, на дне которой самое интересное. Но увидеть, какие тайны там хранятся, без специальной аппаратуры нельзя. У сотрудника нашего телеканала Сергея Ракши ее много. В свободное время он подводный фотограф. Глубина манилась с детства и однажды покорилась. Чаще всего объективом ловит маленьких рыб, прибрежных. В них и окрас привлекает, и поведение. Снимки делает только черного моря. На аппараты со сменной оптикой или камеры амфибии, которым вода не страшна. Если вы хотите нырнуть глубже или в холодной воде, то выпускаются подводные боксы, которые герметичная коробка с кнопками. И сейчас мы в нее можем положить вот эту вот камеру. И сразу же двинуть на море, чтобы сделать пару прекрасных снимков. И вот камера готова к погружению. Но сколько ни погружайся, всех секретов не разгадать, уверен фотограф. И это, пожалуй, хорошо. Ведь то, что не изучено до конца, навсегда останется интересным. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, Андрей Тымчук. Новости Севастополя. И в завершении выпуска «Традиционная погода» расскажем, что прогнозируют синоптики на 1 октября. 1 октября в Севастополе ясно, без осадков. Ночью плюс 11. Днем воздух немного прогреется. Столбики термометров поднимутся до 16 градусов. Ветер северо-восточный. Возможны порывы до 16 метров в секунду. Будьте осторожны. Атмосферное давление и влажность в норме. Море постепенно остывает. Температура воды у берегов Севастополя 20 градусов. И на этом пока все. Как будут развиваться события, расскажем в новых информационных выпусках. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин